Он мало ест, он мало пьет, он мало весит, худого партия пошлет, и он пролезет. Вот и Александр, журналист, согласен, стройный, значит, здоровый. И государству нужнее, и в теории работает лучше. Но говоря о людях с избыточным весом, не забывает и про себя. Да, я считаю себя человеком с излишним весом. Хочу это исправить, но ничего пока для этого не делаю. Ну, видимо, не хватает силы, воли, времени, куча отговорок, я думаю, есть у каждого. Ну, в дальнейшем, конечно, планирую сбросить. Пресловутое похудение многим дается непросто, а вот набирают вес люди напротив стремительно. Именно этим, надо полагать, и руководствовались желающие позаимствовать идею. Действительно, по данным Минздрава, людей с диагнозом ожирение в России около 27%, и цифра быстро растет. Если сравнивать тем, чем питались наши прородители, мы, и сравнивать с японской популяцией, это совершенно разный тип питания. Разные продукты, разная калорийность, да и так далее. Поэтому, конечно, сравнивать и внедрять то, что у них внедрено в нашу действительность, не получается. Да и наши российские стандарты от японских все же отличаются. Например, в стране восходящего от солнца работодатель должен принять меры и направить работника на консультацию при объеме талии в 90 сантиметров. Для нас, по словам эндокринолога, для женщин норма 80, для мужчин 94. Все, что выше риск для здоровья. А теперь посмотрим, попадет ли моя талия под санкции. Так, как раз 94 сантиметра. То есть, еще немного, и за мою любовь к пельмешкам, если бы закон приняли, пришлось бы платить руководству. Причем сидите в офисе или догоняйте преступников без разницы. Как говорится, вынь да положь. В Барнольской веб-студии, куда мы направились за комментарием того самого руководства, все оказались стройны. Будто закон в стране уже приняли. Между тем, начинание Роспотребнадзора здесь ни в коем случае не приветствует. Это кажется бредом, на самом деле, учитывая, что практику эту хотят скопировать из Японии, где, в принципе, культура совершенно другая, в частности, культура рабочая другая. И там совсем другой уровень отношения к тому, чем человек занимается. К слову, в Минтруда России сообщили, что предложение оштрафовать работодателей за тучных подчиненных в официальной форме к ним еще не поступало. Так что у нашего героя Александра есть выбор. Перейти на полезное питание и заняться спортом или жить, как привык, полной жизнью. Пока это еще законно. Андрей Дреер, Алексей Фризин. Наши новости.